16 ноября в Ульяновске состоялось очередное заседание штаба по комплексному развитию региона. Губернатор Алексей Русских провел совещание в режиме онлайн. На этой неделе губернатор работает в Москве. На заседании рассмотрели вопрос повышения заработной платы жителей области. Поговорили о содержании дорог в зимний период. Обсудили текущую ситуацию с коронавирусом. Глава региона представил назначенного председателя правительства Ульяновской области и обозначил его первоочередные задачи. Хочу представить назначенного председателя правительства Ульяновской области уже хорошо вам знакомого Владимира Николаевича Разумкова. Он имеет большой успешный управленческий опыт работы как в реальном секторе экономики, так и на государственной службе. Владимир Николаевич, перед вами стоит задач очень много и все требуют оперативных решений. В числе задач – формирование структуры и состава кабинета министров, работа над бюджетом следующего года, работа над ростом заработной платы как в реальном секторе экономики, так и в бюджетной сфере. О решении вопросов, связанных с ростом заработных плат в регионе, доложил исполняющий обязанности министра экономического развития и промышленность Ульяновской области Николай Зонтов. По итогам работы заключено 916 соглашений по увеличению уровня оплаты труда, в том числе 237 соглашений за последнюю неделю. Хотелось бы отметить, что самое большое количество подписанных соглашений на сегодняшний день находится в городе Ульяновске, в Сурском, Барышском, Ульяновском и Майнском районе Ульяновской области. Благодаря соглашениям, заключенным Министерством экономического развития региона с предприятиями и органами государственной власти, заработные платы работников будут увеличены на 15-20% и более. По поручению Алексея Русских, средняя зарплата в Ульяновской области должна сравняться с общероссийским показателем и стать не менее 50 тысяч рублей. В условиях наступления холодов и прихода в регион минусовых температур актуальным стал вопрос содержания дорог в зимний период. Помню, что 4 ноября на базе Департамента автомобильных дорог возобновилась работа Центра мониторинга дорожной ситуации. Здесь наши сотрудники в круглосуточном режиме с помощью 20 онлайн-камер и с помощью Центра организации дорожного движения ведут мониторинг за ситуацией на дорогах. Также в этом участвуют у нас три поста метеостанций, которые мы за последние два года установили с помощью национального проекта. О зимнем содержании жилищно-коммунального комплекса главе региона доложил глава ведомства энергетики, ЖКХ и городской среды. В Ульяновской области на сегодняшний день 7891 многоквартирный дом и более 3800 дворовых территорий, подлежащих уборке. Все управляющие компании ТСЖ готовы к уборке данной территории в зимний период. Подготовлено 465 единиц специальной техники. Готовность 100% на сегодняшний день техника переоборудована под зимнее содержание. Для контроля за ее работой мы настаивали на обеспечение оборудования системами ГЛОНАСС. Сегодня мы отмечаем, что в целом порядка 15% специализированной техники оборудованы такой системой. Александр Черепан также доложил главе региона о том, как решаются вопросы с обеспечением теплом в тех многоквартирных домах, где жители жалуются на холод. В частности, коснулись ситуации в многоквартирном доме на улице Ипподромной, 4А. Определили план действия. Сегодня мы закончили первый этап. 100% врезали 50 регулировочных клапанов постоянно. Вторым этапом является разборка и промывка, механическая прочистка теплообменника. За эти две недели мы проработали с главными конструкторами заводов, которые изготавливают эти обменники, технические параметры. И видим, что в 2,5 раза пропускная способность теплообменника, который там стоит, ниже проектной и паспортной мощности. На 22 числа ждем запасные части. 23-го планируем остановить дом для разбора его, замены этих частей, механической и гидравлической промывки. На данный момент принятые меры не привели к положительному результату. Дать оценку ситуации можно будет после заключения экспертов и проведения второго этапа ремонта. Ориентировочно была названа дата 23 ноября. На заседании штаба по комплексному развитию региона также рассмотрели ряд других важных вопросов, в числе которых рост зарплаты в муниципальных образованиях, ситуация по коронавирусу и выход учеников в школы после длительных двухнедельных каникул. Валентина Никонова, Герман Баранов, Олправда ТВ